Американская Russia Today основана американскими гражданами и является американским бизнес-проектом. Американская медиасистема построена по жесточайшему тоталитарному принципу. Кто-то, кто объявлен в Америке иностранным агентом, фактически должен нашить себе, подобно еврею, желтую звезду на одежде. Американская медиасистема Великолепного журналистского проекта уверяла меня, и у меня нет повода ей не верить, что американская Russia Today основана американскими гражданами и является американским бизнес-проектом. Что она не получает из России неких грантов и никакой финансовой помощи. Я вас уверяю, если бы это было найдено, хоть какая-то помощь из России серьезная, то это давно было бы озвучено в американских СМИ. Но ничего серьезного нет. Не считать же всерьез 200 тысяч долларов, которые во время избирательной кампании Russia Today то ли получила, то ли не получила, как серьезное вмешательство в американскую политику. Рита, кроме этого, мне рассказывала, что Russia Today американская получает из России деньги, как плату за ролики, за материалы, которые журналисты Russia Today делают для своего российского партнера, того, который для Russia Today находящийся в Москве. И это нормальный бизнес. Проблема Russia Today в том, что она гиперуспешный бизнес в Америке. Russia Today это десятки миллионов просмотров в Ютьюбе. Russia Today, по-моему, выходит в тройку или в пятерку самых популярных телекомпаний в Ютьюбе, если не является лидером в этом вопросе. По многим рейтингам в США, Russia Today, ну, наверное, отстает от Fox News, но точно опережает CNN. На Russia Today работают великие звезды, такие как Ларри Кинг или Вентура. И программы Russia Today необычные, интересные и оригинальные. Russia Today предоставляет свой экран, свою площадку тем политикам, которые не вписываются в американский большой establishment, которые имеют собственный голос и собственное оригинальное мировидение. Это не только американские политики, это и Джордж Гэллоуэй, английский политик левых взглядов, это и Джерми Корбен, который был частым гостем Russia Today, один из лидеров лейбористской партии, которого наши либералы с ненавистью называют коммунистом красным и чуть ли не призывают его уничтожить. Это американские нонконформисты, как из правого крыла, тех, кто выступает за ценности конфедеративной Америки и защищал памятник генералу Ли, так и из левого крыла, тех, кто выступает против федерального правительства за ценности левые, которые в Америке не допущены абсолютно в федеральный establishment. И в большие СМИ типа New York Times, Washington Post. Американская медиа-система построена по жесточайшему тоталитарному принципу. Если ты идеологически не подходишь под клише того СМИ, в котором ты работаешь, тебя оттуда безжалостно выгоняют. Журналисты, работающие в больших американских медиа, не имеют права иметь собственные аккаунты в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, где угодно. Каждое их слово фильтруется, как будто бы это Северная Корея. И все это называется демократией. Но цену этой демократии мы видим в ситуации с Russia Today. Я хотел бы заступиться за моих коллег, которые впервые в истории Америки дали много десятимиллионный, а количество просмотров и зрителей Russia Today огромно в Штатах, много десятимиллионная возможность говорить той Америке, которой была лишена голоса. Черной и белой, мексиканской, испаноязычной, пуэрториканской, не знаю, еврейской, разнообразной, свободной Америки, которая во многом хочет опираться на заветы отцов-основателей. Именно это и является главной претензией со стороны истеблишмента, как демократического, так и республиканского к Russia Today. В Америке не может быть голоса, который не принадлежит американской олигархии, который не контролируется ей, который не принадлежит концерну Мэрдока или к СМИ, которые контролируют Ротшильды или Рокфеллеры или еще кто-то. Russia Today на самом деле демократическая и независимая медиа. Поэтому американский истеблишмент и начал его уничтожать. Объявили иностранным агентом. По американским нормам это звучит в сто раз более жестко, чем в России. Кто-то, кто объявлен в Америке иностранным агентом, фактически должен нашить себе, подобно еврею, желтую звезду на одежде и оправдываться каждый шаг, каждый миг, который он там живет. Рекламодателям, которые работали с Russia Today, потому что это успешный бизнес медийный, звонят из ФБР, звонят из американских политических структур и требуют, чтобы они разорвали контракты с Russia Today. Тем журналистам, которые работают с Russia Today, угрожают, от них требуют, чтобы они отдали контакты тех людей, от которых они получают информацию. Поэтому давайте мы запомним, что история с Russia Today это и история о лицемерии либералов. Они лгут нам в России, когда ставят нам в Запад в пример свободы и демократии. Нам, в нашей стране, где возможно Эхо Москвы, телеканал Дождь, Первый канал, ВГТРК, где возможен мой YouTube канал, где возможно еще тысячи разных YouTube каналов, которые ругают Путина, славят Путина, критикуют Путина, обожают Путина и так далее, и так далее, и так далее. Ничего этого невозможно в Америке, в таком формате, как это возможно в России. Поэтому те, кто сегодня в России для вас пропагандирует американский образ жизни, должны появляться на людях с плакатом Russia Today. Иначе мы им не поверим. Если они не поддерживают американский телеканал, за которым стоят десятки миллионов американцев, в его борьбе за право Америки иметь независимый голос в свободном рынке, о котором они нам напели столько красивых песен, то грош цена их словам и внутри нашей страны. Подписывайтесь на мой канал. Это был Максим Шевченко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!